Кольки одинок культурных и исторических каштонностей затриманы за час иснования Гумельской мытни, одразу не скажут и ее супрацовники. Сегодня шмаччаго сконфискованного можно убачить у белорусских музеях и православных храмах. В экспозиции, которая находится в музее самой мытни, только невеликая частка вырытаванного. Старожитные иконы, гадинники, фотоаппараты и навод статуя хаты, старожитный китайского бога счастья. Хоть у ладальнику этого выработка, этот бог счастья явно не принес. Як не вельме узрадовались затриманню мытниками и контрабандисты, які спробовали вывезти с Беларуси бивни мамонта. Одним из наиболее интересных предметов является бивни мамонта, которые преступники спрятали в бревнах, перемещаемых через таможенную границу, в надежде, что сотрудник таможни не поймет, что в среди бревен перемещаются такие предметы. Однако, экспертам было принято решение о том, что действительно эти предметы являются бивни мамонта, товар был, соответственно, конфискован. На пагранпероходе Новая Года работа мытников не спыняется ни на хвилину. Управна не с летним периодом, зараз поток аутотранспорту знизился, але часу для отпочинка все равно нема. По великим рахонку, кожному мытнику необходимо быть добрым психологом. Часто порушальников законодавства можно выявить по их поводинах и навод мимицы твару, причем тычится гэта не тольки звычайных грамадян. Факты, каля недобросумленные субъекты господара не спрабують провести празграницу товар по подробных документах, так сама выключэннями яшчэ не з'являюцца. Дарачу, у Апошні час на пагранпероходах з'явиліся специальные брамы, які адызваляюць выявляць факты перемещэння радиоактивных рэчево. Правда, на пагранпероходе Новая Года таких фактов пакуль не зарегистравана. Сама таможенная система Республики Беларусь организована таким образом, что все таможни, которые входят в эту систему, работают эффективно. Поэтому я думаю, что уместно было бы говорить, что и Гомельская таможня, как и другие таможни Республики Беларусь, делают все возможное и все необходимое для того, чтобы в полной мере качественно и эффективно выполнять те задачи, которые возложены на нее. Но если коротко сказать, да, мы работаем эффективно.